Самые злостные нарушители самоизоляции в Большой Черниговке – куры. Люди же предпочитают лишний раз на улицу не выходить. Сельчане рассказывают, в первые несколько дней с начала пандемии их охватила паника. Скупали муку, гречу и сахар и готовились уйти в подполье. Но сейчас все успокоились и утратили интерес к сыпучим продуктам. Зато местное сельпо превратился в чистую санитарную зону, где ни один вирус не пройдет. Все у нас есть, весь уголок здоровья, все препараты, обрабатыватель, даже для покупателей есть антисептик. И столько понадобностей? Конечно. И уже привыкаем к этому. Мы вообще пенсионеры дисциплинированы, законопослушные, баблазы. Галина Мамбетова – местный глашатый. Благодаря ей все узнают последние сельские новости. Но из-за особого режима она временно осталась без работы. Девушка не унывает и говорит, наконец-то можно заняться тем, на что раньше не хватало времени. Вот сделали вот этот полностью забор. Калиточку красивую сварили сами. Муж у меня сварочными работами увлекается сам. Поэтому получилось самим все сделать. Плюс что, ближе с семьей. Это как небольшие каникулы, что ли. На время самоизоляции в Большой Черниговке закрыты школы, детсады, дом культуры и спортивные комплексы. В многоквартирных домах ежедневно проводится дезинфекция. И как в больших городах, деревенский общепит работает только на вынос. В деревне, конечно, легче переносить, потому что вышли там всегда, дел очень много в огороде. Поэтому спокойно все переносят. Присаденные участки, скотина, домашнее хозяйство. Всех работаем. Может даже кто-то рад, что пришлось там посидеть, позаниматься своими делами. А если надоест сидеть в заперти, всегда можно выйти в чистое поле, где никакой вирус не воин. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.